Добрый день, уважаемые коллеги! Мы приветствуем вас в пресс-центре новости бизнеса, где прямо сейчас состоится пресс-конференция по теме «Всероссийская азбука финансовой грамотности». Вопрос оформировании у россиян разумного финансового поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам занимает важную роль в государственных и финансовых учреждениях. Какие задачи удалось решить с момента начала запуска программы по формированию финансовой грамотности населения и какие шаги еще предстоит сделать, выясним у наших сегодняшних спикеров. С удовольствием представляю, сегодня у нас в гостях Максим Винтер, куратор проекта «Всероссийская азбука финансовой грамотности», член Генерального Совета деловой России. Анатолий Гавриленко, председатель экспертного совета по финансовой грамотности при ЦБ. Галина Изотова, член Генерального Совета, председатель комитета по финансовым услугам Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Владислав Кочетков, президент холдинга «Финам» и Павел Медведев, финансовый омбудсмен. Максим, наверное, предлагаю начать все-таки с вас, потому что самая общая, не только информация по финансовой грамотности есть у вас. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, друзья, здравствуйте, коллеги. Я рад приветствовать вас на пресс-конференции. Деловая Россия – это сообщество предпринимателей, которое насчитывает порядка 4 тысяч членов в 78 регионах нашей необъятной страны и количество сотрудников, которые у наших предпринимателей, порядка миллиона человек. И в результате работы в Генсовете совместно с нашим руководством родилась идея, как же мы поможем не только нашим предпринимателям, но и их работникам и сотрудникам. И родилась идея разработать проект и запустить его на федеральном уровне под названием «Финансовая грамотность» или «Азбука финансовой грамотности». Данный проект направлен на работу не только именно с руководителями компаний, но и с их членами, с их сотрудниками. В рамках проекта мы будем рассказывать о том, как насчитывается та же самая пенсия, о которой мы каждый день слышим из СМИ, как взять кредит, как просчитать и как пользоваться теми или иными инструментами, которые нам предлагают разные кредитные организации и другие организации, связанные с финансовыми и бизнесом. Вот, в принципе, кратенько о том, чем мы планируем заниматься и что мы будем делать. Владислав Вячеславович, сейчас хочу Вам слово передать, с тем, чтобы немножечко понять, разобраться, что в холдинге «Финам» конкретно делают для повышения финансовой грамотности, какие программы есть у Вас, чем можете похвалиться? Ну, «Финам» исторически достаточно активно работает над повышением финансовой грамотности. Например, первый учебный центр для широких масс населения среди финансовой компании появился 16 лет назад, и появился он в компании «Финам». За прошлый год через наши образовательные программы, в том числе через программы дистанционного обучения, прошло порядка 160 тысяч человек, и это достаточно большой показатель. Но все-таки, на мой взгляд, тут правильно говорить не о «Финаме», а, во-первых, о финансовой грамотности в целом и о совместном проекте «Финам» и «Деловой России» по ее повышению. За последние годы много говорят про импорт и замещение, и успехи в том же самом АПК, в машиностроении определенные есть, но почему-то забывают о такой вещи, как импорт и замещение на рынке капитала. Не секрет, что в текущих условиях банки далеко не всегда справляются с задачей финансирования экономики, решения задачи развития. Банки либо сидят на деньгах, в том числе потому, что на них давят нормативы ЦБ, либо дают кредиты по такой ставке, чтобы отбить которую нужно иметь какую-то космическую рентабельность. При этом бизнес вполне может фондироваться, в том числе за счет средств населения через различные инструменты, например, через облигации. Здесь решается целый ряд задач. Предприятие получает более дешевое, чем у банков, фондирование, а население домохозяйства получает дополнительный источник дохода, и более того, происходит определенное вовлечение населения в экономику. То есть, когда я являюсь акционером или владею облигацией тольной компании, я уже вряд ли буду равнодушен к его деятельности, и на ситуации в экономике буду обращать значительно большее внимание. Так что наша задача научить граждан России более эффективно вкладывать свои средства. Точнее, задача, наверное, более общая – научить создавать и управлять личным и семейным бюджетом, потому что, как ни странно, вроде бы вещи элементарные, делать это несложно. На самом деле, даже в рамках двухчасового курса вполне можно научить азам управления семейным бюджетом, но мало кто этим занимается. Соответственно, научить бюджетированию, научить ставить финансовые цели и выбирать инструменты для их достижения. И, что тоже важно в текущих условиях, все-таки уровень финансовой грамотности у нас не такой высокий, а мошенников на рынке много – это отличать хорошие, правильные финансовые продукты от плохих. То есть, выявить пирамиды, выявить частного управляющего мошенника, который с большой вероятностью потеряет ваши деньги – это вот те вещи, которые мы собираемся учить вместе с Деловой Россией. Понятно, что это азы, но это та базовая информация, получив которую, если вы считаете, что это интересно и важно, вы уже можете сделать следующий шаг, например, через то же самое дистанционное обучение. И курсы дистанционного обучения мы, кстати, тоже планируем совместно создавать, потому что те курсы, которые есть у Финама, они специализированы. Вряд ли человеку, сотруднику предприятий Деловой России, даже топ-менеджеру, который занялся системным управлением своими финансами, будут актуальны волны Эллиотта или еще какие-то трейдинговые вещи, ему все-таки важнее выбор правильных формирования портфеля акций и облигаций долгосрочной среднесрочной, то есть некое инвестирование в рамках жизненного цикла, потому что все-таки есть ощущение, что на серьезную пенсию от государства рассчитывать сложно, и пенсией нужно заниматься самостоятельно, причем начинать в лет 30, это уже хороший срок, лучше раньше, то есть формирование пенсионного портфеля с учетом жизненного цикла, это тоже то, чему мы будем учить. Пока в планах до конца года охватить порядка 10 регионов России, мы уже привели пилотный проект в Санкт-Петербурге, интерес был, правда, не скажу, что ажиотажный, Питер все-таки город специфический, город информации в какой-то степени присыщенный, поэтому нам более интересны средние региональные центры с широкой географией от Рязани до Петропавловска-Камчатского, и в рамках первого этапа программы мы планируем в этом году обучить 25-30 тысяч человек. При этом, как я уже сказал, это очные мероприятия, все-таки любой очный курс это такая локальная акция, где вы приехали, выступили, и, собственно, про вас могут забыть, поэтому есть желание дополнить их программу инстанционного обучения, которая позволит не только тем людям, которые пришли на наши с Деловой России семинары, но и всем другим желающим получать основные базовые знания по управлению своим семейным бюджетом. Вот этим мы будем заниматься. На мой взгляд, проект, я тут просто среди представленных оказался единственным представителем коммерческой компании. Придется за всех отвечать. На мой взгляд, не коммерческий, он больше социальный и направленный на повышение качества жизни граждан России, но при этом, безусловно, мы структуру не благотворительны. Есть гипотеза, которая подтверждается многолетней практикой, что финансово грамотный человек рано или поздно станет нашим клиентом, поэтому реализуя социальный проект, мы в том числе рассчитываем в будущем на заметный коммерческий эффект от него. Анатолий Григорьевич, сейчас хочу к вам обратиться и спросить, скажите, согласны ли вы с Владиславом Вячеславовичем, что действительно на данный момент уровень финансовой грамотности населения не такой высокий, как хотелось бы, или вообще невысокий, и чем это можно померить, и когда, наконец-то, что должно произойти, что мы должны как физические лица, как обычные граждане изучить и понять, чтобы уже сказали, да, все, финансовая грамотность на достаточно хорошем уровне у нас сейчас находится? Ну, во-первых, то, что население наше, ну, не настолько грамотно, насколько хотелось бы нам всем, и в первую очередь и правительству страны, и Центральному банку, и Минфину, об этом говорят все, конечно, я с должным уважением отношусь и к мнению господина Кочеткова, но тем не менее, это понятно, наверное, всем, кто сидит здесь за этим столом, да, я думаю, в зале в том числе. Поэтому, когда мы как раз вот эта тема повышения финансовой грамотности, это как одна из ключевых тем вошла в стратегию развития Центрального банка на ближайшие три года. И в данном случае вот под эгидой вот этой стратегии развивается вот эта тема по повышению финансовой грамотности по всей стране. Вот та инициатива, с которой выступила Деловая Россия, в том числе вот Максим Винтер, который открывал в Питере вот это мероприятие первое по альбуке финансовой грамотности, я считаю, это очень полезной, правильной инициативой, и я считаю, что Деловая Россия очень правильно делает, что включилась вот в эту работу. Приятно, конечно, видеть, что не только Деловая Россия как объединение включилась, но одновременно, так сказать, с одним из флагманов нашей финансовой индустрии, это холдингом Финам, который на самом деле и реально очень много делает для того, чтобы как бы рассказывать населению о том, что происходит сегодня на рынке. И на самом деле вот сам по себе вот и Финам как бренд, это первый вот это информационный, так сказать, портал, который завоевал огромную популярность среди участников финансового рынка и клиентов России, в том числе финансового рынка. Я хотел бы обратить внимание, что это правильный посыл, то, что Владислав говорил о том, что необходимо обеспечить, как бы это полезно для государства, влеченность населения в экономику. Это классно все. Но для того, чтобы обеспечить эту влеченность, сначала людям надо рассказать и рассказать о простых вещах. Вот это простые вещи, это как раз вот и как управлять семейным бюджетом, и что из себя представляет сегодня финансовый рынок, и те риски, которые сегодня на этом рынке существуют. Поэтому мне кажется, что это очень правильная тема, и ровно поэтому я вижу сегодня здесь и двух членов Генерального совета деловой России, госпожу Изотову и Максима Винтера, которые поддерживают это мероприятие. Одновременно экспертный совет к этому тоже относится с вниманием, потому что три действующих члена экспертного совета реально тоже сидят перед вами, включая Павла Алексеевича Медведева, госпожи Изотова и меня. Поэтому я очень надеюсь на то, что в ближайшем будущем и другие профессиональные объединения, такие как «Опора России», РСПП, тоже активно включатся в эту деятельность. И мне не хватает еще здесь еще профсоюзов. Мне кажется, профсоюзы могли бы очень много сделать для повышения финансовой грамотности среди трудовых коллективов. Я думаю, что это только начало, это хороший старт. И уверен, что будущее, в общем-то, за будущее России в первую очередь за грамотным, финансо-грамотным человеком. Я сейчас хочу передать слово Павел вам, с тем, чтобы понять, вот с вашей точки зрения, какая сейчас ситуация по финансовой грамотности. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы мне поверите, что когда я неделю-две тому назад придумывал название для своего выступления на этой пресс-конференции, я назвал свое выступление так. Кого и чему нужно учить в рамках проекта «Всероссийская азбука финансовой грамотности». Я не договаривался с известиями, что накануне, известия еще некоторые средства массовой информации, не договаривался с ними, что они публикуют статьи под названием «Россияне заплатили банкам 1 трлн 800 млрд рублей процентов». Менее правдоподобно выглядит то, что я не подговорил Пушкину характеризовать наше трудолюбие и любознательность. Вот то, что россияне заплатили банкам 1 трлн 800 млрд, не то, что неверно, а не имеет никакого отношения к делу. И вот кого надо учить в финансовой грамотности. Значит, при каком предположении написаны эти статьи? Кстати говоря, они написаны на исследованиях достаточно культурных экономистов. Просто неинтересно. Поэтому берут, для того, чтобы такого рода исследования проделать, берут статистику Центрального банка и думают, что она правдивая. Что написано в статистике Центрального банка? В статистике Центрального банка написаны средние проценты, которые надо заплатить по кредитам. И эти проценты не имеют никакого отношения к делу. Если вы включите сайт Центрального банка в той его части, где Центральный банк занимается как раз азбукой финансовой грамотности, учит граждан, там один очень хороший, один из лучших специалистов объясняет, как узнать, какой кредит дорогой, какой дешевый. Надо посмотреть в правый верхний угол. В правом верхнем углу написана полная стоимость кредита. Значит, вот этот специалист совершенно искренне заявляет, что если там написано меньше, то деньги дешевле, а если больше, то деньги дороже. Это неправда. Потому что, как говорят граждане, которые намного более грамотные, чем те люди, которые собрались их учить, потому что банки проводят накрутки. Значит, как накрутки осуществляются? Главным образом за счет страхования добровольного. Но если вы добровольно не застрахуетесь, вам добровольно не выдадут кредит. В последнее время, вот я никогда не работал в коммерческих банках, поэтому можно меня заподозрить, так сказать, в фантазировании. Но мне повезло, я председатель экзаменационной комиссии в некоторых финансовых организациях. И периодически ко мне приходят специалисты из банков, например, с дипломами MBA, и рассказывают, как они вот эти накрутки придумывают, высасывают из пальца. Значит, чего только не напридумывали. Наряду с таким страхованием более или менее традиционным есть такой продукт, который называется «Привет сосед». Я толком не понимаю, что по-видимому этот продукт является, обещает заплатить, если вы что-нибудь соседу навредите. Есть кредитный доктор. Не поверите, кредитный доктор – это такой продукт, когда вы становитесь обязанным банку, но банк вам ничего не дает, ни копейки, вы только обслуживаете некоторый кредит, который с самого начала этот банк забирает. И это, конечно, предполагается, ни разу не видел, чтобы это выполнилось, предполагается, что если вы таким образом заплатите банку, то будет исправлена ваша кредитная история. Как? Но деньги принимаются совершенно регулярно. Бывает просто, доктор, когда вы можете позвонить по телефону, а вы забыли телефон экстренной службы. Вы звоните этому самому доктору, он сообщает вам телефон экстренной службы, вы звоните в экстренную службу, приезжает скорая помощь и вас спасает. И все хорошо. Коллеги, не триллион восемьсот. Если аккуратно посчитать, значит, реальная стоимость денег выше того, что написано в правом верхнем углу, в полтора-два с половиной раза за счет вот этих всяких накруток. Если аккуратно посчитать, сколько люди заплатили в 2016 году, в статье написано, рассчитано от 1 февраля до 1 февраля, я так посчитал, от 1 февраля до 1 февраля 2017 года, имея в виду, что выросла задолженность граждан, то есть банки кое-какие деньги дали людям, так вот поток денег из карманов граждан в карманы банков 2 триллиона 957 миллиардов, а вовсе не миллиард 800. А в 15-м году этот поток был 3 триллиона 636 миллиардов. В этой же статье написано, какая нагрузка, нагрузка на граждан, должников 9%. Это не то, что неверно, а так же, как вот триллион 800 миллиардов, это просто следствие того, что мы по нотам Пушкина живем. Неинтересно и лень. На самом деле, по-видимому, те 40 миллионов человек, которые имеют задолженности, получают в год приблизительно 7 триллионов 300 миллиардов, а заплатили, ну, если о 15-м годе говорить, а заплатили 3 триллиона 636 миллиардов. Вот, бывало в детстве, в песочнице, готовишься поиграть в магазин, палочки положишь, это прилавки, травку разную, камешки, товары, и вот наступает момент, когда надо начать играть. А как играть, непонятно. Вот точно надо заниматься финансовой грамотностью. Только прежде, чем начать заниматься, надо подумать, что же людям надо объяснять, и что мы сами должны сначала выучить. Спасибо. Спасибо вам, Павел Алексеевич. Галина Сергеевна, а вы знаете ответ на вопрос, что же людям надо объяснять, с чего начать, и каковы правила этой игры? – Добрый день. Вы знаете, мы действительно, чтобы ответить на данный вопрос, в прошлом году задали несколько вопросов нашим предпринимателям. Как Максим уже сказал, деловая Россия сегодня объединяет несколько тысяч предпринимателей. Это средний бизнес. Вокруг таких компаний, средних компаний, как обычно, очень много малых создается, коллективы очень большие. И наши уважаемые коллеги-предприниматели год назад мы с нашими коллегами-предпринимателями задумались все-таки, а не сделать ли данное направление действительно приоритетно. Мы задали несколько вопросов нашим предпринимателям. Некий такой вопрос. Вот я назову, сейчас озвучу лишь три этих вопроса, которые мы задали, и какие мы ответы получили. Что явилось основанием все-таки для нас, для более активной нашей деятельности? Первое – это какие инструменты финансовой поддержки бизнеса вы использовали за последние два года? И 62% ответили – никакие. Второй вопрос. Я три озвучу только еще раз повторюсь. Знаете ли вы о существовании действующих на территории вашего региона, а это около 78 регионов, как уже сказал Максим, где присутствуют наши подразделения, регионы и муниципалитетах программ поддержки бизнеса? 21% сказали – да, знаю хорошо. Все остальные – что-то слышал или нет, не знаю. И третий – посещаете ли вы за последний год специальные семинары, которые, ну и так далее? 28% ответило – да. То есть и мы, задумавшись над этими вопросами в деловой России, без сомнений, ответами, мы, естественно, для себя, еще раз повторяю, решили, что это должно для нас быть приоритетом. И в прошлом году действительно мы для себя определили три ключевые задачи. И мне очень приятно, что мы сегодня присутствуем при презентации проекта «Всероссийская азбука финансовой грамотности», где куратор Максим Винтер любезно действительно взял вот такой флаг всех наших направлений на себя и совместно с компанией, с холдингом «Финам», действительно с их огромными возможностями, потенциалом мы сейчас очень активно и эффективно стартуем данное направление в деловой России. Но что у нас впереди? Мне очень отрадно отметить, что Банк России, формируя экспертный совет Банка России действительно пригласил нас в команду экспертного совета. И во взаимодействии с Банком России, корпорацией МСП, другими институтами развития, мы в этом году реализуем еще несколько направлений. Одно из направлений – это, конечно, базовые семинары, которые мы уже вместе, видимо, с проектом «Всероссийская азбука финансовой грамотности», по программам, которые нам поможет сформировать, помогает нам сформировать Банк России, корпорации МСП, сделаем такие семинары, подготовим. Это будут видео, это будут аудио, это будут живые выездные в регионах. И обязательно объединим усилия, еще раз повторюсь, извините, с тем проектом, презентацией которого мы сегодня присутствуем. Второе направление – это пилот. Пилот, который… переговоры по этому пилоту, договоренности уже состоялись у нашего руководителя Репика, президента деловой России с губернаторами Татарстана, Республика Татарстан, Нижегородская область. Это два пилота в двух регионах, где мы будем по программам Банка России обучать на площадках вузов, высших учебных заведений в этих регионах, тютеров, которые будут представлены нашими пилотными, опять же, компаниями в регионах среднего бизнеса, нашими коллегами, нашими представителями деловой России. И вот таким образом мы обучим таких людей в этих компаниях, которые уже внутри будут по определенной программе заниматься. Это уже будет такая домашняя, что ли, финансовая грамотность внутри наших коллег. Ну и, конечно же, постоянное третье направление – это измерение уровня знаний, практических навыков, которые… То есть, как мы реализуем все наши задумки, все наши планы и по итогам реализации проекта «Всероссийская азбука финансовой грамотности» по другим направлениям. То есть, вот такие у нас планы, и так мы видим свою активность. Деловая Россия так видит свою активность в 2017 и 2018 годах. Редактор субтитров А.Семкин